Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в пятнадцатый выпуск пятого сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске на берегу по квесту Егеря нанёс визит вежливости в дома его друзей, нашёл на маяке место обитания и послание отшельника Егерю и закрыл квест «Вредная привычка с сигаретами для механика». Выпуск поддержали финансово Олунд, Аноним, Джай Декс, Дмитрий Бриггер, Марк Сараман, Иван, Андрей, Казатеин, Стефан и Лекс. Огромное спасибо, добрый люд, за щедрость, за доброе слово. Будьте здоровы! Оружейник от Вектора и выше, скорее всего, буду делать, когда прокачаю торговцев, так по мне будет проще. А насчёт изменений комфортнее играть стало. За счёт того, что подвинули рубеж перегруза, во-первых, во-вторых, отдача приятнее стала. Патч чуток ослабил удушающий Tarkov. Теперь между мета-сборкой и бюджетной одного и того же оружия разница не пропасть хотя бы. Привет, Тортищева! Новичку я бы посоветовал в первую очередь научиться ориентироваться на картах Tarkov, а потом приступать к квестам. Подсмотреть можно в сети гайды по их выполнению. Квесты в основном знакомят игрока с механиками, предметами, картами и так далее. Ещё раз спасибо за поддержку. Всем приятного просмотра! Тек-тек-тек, в убежище у нас генератор. Улучшение завершено, говорят. Второй уровень. Бам, устанавливаем. И в верстаке у меня сварился газоанализатор, который мы сейчас сдадим терапевту. Сразу же можно будет это всё дело сделать, да? Так, цена-пятнодзор, часть вторая. Бам, передаём газан. Ну вот и искать не пришлось. Тут же сразу пейнкиллер. Бам, найти в рейде шприцы с морфием. Четыре из четырёх найдено. Передать шприцы. Это всё мы уже приготовили заранее. И теперь выдаёт провизор квест. Мне нужно найти кейс с прибором на таможне. Находится он в 114-й комнате двухэтажного общежития. Автомобиль фельдшера на таможне находится на КПП Деких примерно под вышкой снайпера. Но это опционально. Нам главное прибор вынести. Ух ты, у меня оказывается есть 114-й ключ от общаги. Я его, оказывается, где-то уже нашёл до этого. Ух, ух, он стоит четверть миллиона. Не дурно, не дурно. Чуть не забыл, я тут СИК П-226Р собрал. В общем, вот эти вот элит-рукоятки, блин, еле как выдернул. Их скупают моментально, а остальное всё, в принципе, без проблем купил. Поэтому оружейник, часть девятая, мы тоже можем закрывать. Передаём пистолет, и всё, награда наша. Выдаёт теперь оружейник, часть десятая, квест. Здесь необходимо модифицировать АК-105. Давай первый рейд ознакомительный, оздоровительный. Сходим за дикаря. Я схожу на таможню, по дню пойдём. Сходим, посмотрим по картотекам, похлопаем. Если удача улыбнётся, то, может быть, сегодня ещё и для механика закроем какой-нибудь квест. Там ещё надо два сломанных смартфона и одну или две всего аккумуляторные батареи. Друзья, не реклама, личная просьба. По ссылке в описании находится ролик моего друга, старички канала его знают, это Востр. Ролик – короткометражка по вселенной «Сталкер». Это его первая работа в новом формате, и автору важно получить обратную связь от зрителя. Критика приветствуется. В общем, прошу, как за себя, посмотреть, оценить, поделитесь мнением в комментариях. Благодарю заранее. Так, есть у нас вон оно, чё, даже аэрдроп есть, прикинь. Это вот эти бинтики можно, наверное, выкинуть, да? Так вот сделаем. Э, по времени 23 минуты? Нормаз. Старая, склад, КП Диких. Поехали. Не знаю, донесу чё или нет до дома. Пошарим, посмотрим. Чё тут интересного есть. Наверное, ещё сумочки всякие, если... Ну, хотя времени 20 минут не так уж и много, да, на самом деле. Ладно, пойдём туда в соседнюю картотеку, сходим оттуда, перебежим на... на эту самую, на лазарет, медблок этот. С медблока сразу, наверное, в общежитие и с общежитий на КПП. В сторону выхода кто-то промелькнул там, в этом... в контейнере проходном. Примерно такой маршрут будет. Времени немного, поэтому... Быстро, не спеша, сейчас туда-сюда. Жух-жух. Чё у нас там, восьмёрочки? Слабенький патрон, зараза, ещё и... Магазин маленький. Свои. Оп, почти. Сказал бы, что союзник. Ты вгорает, или... Так больше, наверное, конкурент, да? Ну и курточки бы проверять тоже не помешало бы. Чем Тарков не шутит? Может быть, ключ от своей времёнки найду. А хотя, в принципе... Можно, как вариант, конечно, за ЧВК походить по таможне, и потом просто попробовать... Во второй половине рейда посмотреть эту времёнку, да? Ну, на тот случай, если кто-то её откроет, конечно. Звучит, конечно, как музыка, но... Хотите просто надеяться на то, что она будет открыта, тоже такое себе. А, у меня же, кстати, есть этот... Барахольщик открытый. Можно потихоньку за него начинать квесты делать, точно. Сегодня тогда на развязку побегаю за ЧВК. Если время останется, надо будет на таможне сделать для терапевта этот самый квест. Блин, это ЧВК. Я хотел договориться с ним, потерял, где кнопка базарить, прикинь. Вот и братела. Не договорились, получается. Понятно. Патрон. Блин, да у него же магазины пустые. давно видать гуляет тут вообще есть патроны вот так вот а вот это у него что есть да на км у него есть патроны я серьезно я еще такой гривой начал махать не стреляю включился как будто да блин еще кто-то зачем лечу он уже пошуродил видать похоже на то 104 там сейф проходная общаги там кейсы с патронами интересности короче тут делать нечего похоже что он уже на выходе был походу это чувака вновь срф на выход шел судя по всему какой-то момент включился подумал что я брат возможно тринадцатый уровень вот теперь с большим с полным мешком идти вот теперь с большим с полным мешком идти просто картотеки что ли смотри да неадекватно давай тогда попутно что тут посмотрим да и на старой заправке вылим вроде не вот она здесь нет не лута на суде это где удачно зашел получается это где удачно зашел получается придется так придется так и тут полный ну ладно до свидания мастер хотя можно было в слот сюда его да на спину накинуть но тут есть что будет накинуть уже бам майку майорс ну чё шкура цела уже неплохо а свои похоже джелька моё так прекрасно ходить по локации когда она не лутана вообще полностью такое ощущение что мертвый город какой-то попал нормально нормально чё за хрень поиски нас решала не тронутая свои же да там хватит я надеюсь ты я бы подлечиться бы взял это добро чем можно выкинуть блин же выкидывать то нечего какой-то нервный там ерзает это чё за хрень или это чувака на выход ну чё неплохой день да четко все дикий обычный так 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 кабачковая икра да ладно что пошел я еще пару текстовых ящиков уже красный таймер да ладно вообще ничего не внутри вот это вот это бам кувалда а я ходил ее в лесу где попала искал она и там уже не появляется спокойно тех снабов скидок нормально так прогуляться вышел сходил за сломанными смартфонами получается хотелось бы конечно еще там посмотреть спящих тайничок более что время есть так что посмотрим интересно где он на км взял без галочки смотри неплохо неплохо в общем тут кипарик какой-то лутался так я тогда автомат свой прицелом выкидываю галка непонятно ой джельку выкинул шлем его выкинув магазин и трофейный да я к км походу а галочки то нет потому что знаешь почему потому что на нем прицел не трофейный вот все правильно все вроде бы да я его ска тряпки еще скинул блин но они мне нужны мистер тряпки я заберу пожалуй неплохо хороший рейд добрый на лут восемнадцать минут две восемьсот опыта одного исека подстрелили и кучу лута вынесли однако посмотри найти вынести из рейда предметы для скупщика у меня дейлик оказывается выполнился одна сотая мне светит лояльности меня теперь терапевт второго уровня лояльности я могу у нее вы менять этот планшет для документов давая в бартер ну все готово теперь у меня будут долги планшет для документов точнее значит идем на таможню ключ от 114 комнаты общежития я с собой взял взял с собой глок 18 есть на нем возможность переключаться на автоматический режим огроменный на 50 патронов магазин ну там отдача конечно конская но посмотрим если на ближней дистанции будет вариант то попробуем чего какого-нибудь завалить так понятно что тогда в общаге сходу в принципе я не так далеко от общежитий в двухэтажке точно не первый не ближайший спаун однако попробовать стоит раз уж недалеко заспавнился то смысл есть заглянуть все-таки в общежитие сразу же если где-нибудь дальше было бы спаунта еще можно было бы подумать туда-сюда походить покрутиться повертеться подождать пока эту временку да возможно откроет кота вообще этот ключ в принципе не особо то и полезный там только квест сделал да и все там ради одного оружейного черного ящика я не знаю если смысл держать ключ при себе или нет тут на открытой поверхности то эти черные ящики иногда бывают подвигаясь мимо ну давай пробовать 114 номер в этой общаги вот зимпа осматривается не умею я больше в это окно запрыгивать сзади так то было бы быстрее туда конечно внедрится но я не знаю как то мы еще сработает это все дело сколько не пробовал не получается курточки глянем а брошер планшет есть целый ё-моё ну а тут кстати картотеки можно будет посмотреть так то я бы хотел посмотреть вот она эта комната нужная мне вот он чемодан нужный мне давай мои доки готовы принимать добро что там у нас еще есть офис проходная 104 203 думал аккумулятор какой наверное упарываться не буду если если локация позволит то я наверное просто попробую выйти картотеки только гляну сейчас наверху еще что такое мало снб подверг ой газан тарков ты такой тарков да я же его только сегодня сварил братюня я его ходил искал в итоге сварил и ты мне просто в рандомной сумке даешь газан все обожаю у панчики 306 восточке хорошее квестовый ключ он нам пригодится однозначно причем даже не по одному квесту А, нет, это настройки Послышалось Ну, это не серьезно Два зеленых ящика По-моему, я че-то кого-то тут слышал Такое ощущение было Да, у нас выходы на той стороне Вот это вот ключ от проходной Который я нашел Это вот проходная Тут вон оно что есть Пару патронных ящиков Магаз какой-то бешеный Небольшой оружейный Ну вот Как-то так Все, я в принципе готов Идти домой Посмотрю, что с машиной здесь Может на машине свалить А машина не работает На машине мы не уедем Окей Тогда на лодку Контрабандиста Ближайший Ну, правда, он тоже может не работать Может быть такое Нет, такое себе Не очень интересное Подкрепимся Метаболизм Ё-моё Качаем Потихонечку Ну и что, тут есть-то нет Нет никого Вообще Эскузи О, работает Костер горит Можно выходить Ну, я погнал Выносим квестовый предмет Армалек Спокойный рейд получился Почти 11 минут Ну, спокойно довольно Рейд получился, да Я что, даже не попал По тому дикому, что ли А, нет Выстрел был Попадание было Все нормально Чуть-чуть Прокачал Болтовку Терапевту мы можем Сдавать квест-провизор Даже несмотря на то, что мы Автомобиль фельдшера На таможне не нашли Это опционально Его не обязательно Находить Главное Вынести Кейс с прибора Передаем этот кейс И закрываем Квест-провизор Планы снабжения Теперь выдает на терапевт Терапевт Автомобильные аккумуляторы Окей, медицинский Медицинский журнал Нам необходимо Найти меджурналы На локации резерв Но для этого понадобится Два дорогущих ключа Я даже не знаю Если они в продаже Или нет Но пока я не буду Выполнять этот квест Там РБ КСМ РБ СМП По-моему, ключи от резерва Нужны Перепись населения Квест выдает Мне нужно найти Журнал с информацией О жильцах И это делается На локации Улицы Таркова Коллеги, часть первая По этому квесту Мне нужно также Идти на локацию Берег И найти Группы Направленные в санаторий На пирс Где Норвенский И на коттеджи Капец она мне Квестов надавала Еще и отдых У моря Говорят Нужно найти Кейс информатора На локации Маяк Находится он На прибрежных Коттеджах В одном из них Наделал подряд квестов И уже на третий уровень Лояльности У меня накопилось Тут очков Лояльности Наверное Я все таки Своего рода Саботаж Буду выполнять квест Передам наверное Лыжнику Лучше папку Тут надо побольше Лояльности Мне как то Подфармить Хочу сходить на развязку Сделать Попробовать Пару квестов Для Барахольщика Распродажа Есть у меня квест С проверкой Пяти магазинов Это нужно сделать В одном рейде И выжать В эти с локации Ну и попутно Какие дикие Будут попадаться Будем потихоньку По ним стрелять Потому что У меня есть квест Вернем ультреблое величие Здесь 25 диких Нужно стрелять На развязке Так Магазины взял Патроны Распуху взял Все взял Автомат Поставил Все Потихоньку Будем Награться Вообще Самый Нормальный Такой вариант Это Блин Спан Такой Зараза Неудобственный Вообще Ни разу Ладно Ладно Не будем страдать Самый лучший вариант Это зайти Не с парадных Дверей Да С этого конечно Быстрый Вариант Но Небезопасный Вхлан Я тогда Наверное Попробую Обойти Это все Дело Зайду С тыльной Стороны Складской Зоны Волли Этого Магазина Да Или Вообще Попробовать Через Не воля А через Склады Гошана Залететь Так Вообще Нормально Будет Там Я и в Центре Крутную Сметность Посмотрю Что там Происходит Послушаю По крайней мере Что на Карте Да И оттуда Уже Будем Выплясывать Потихонечку Так Чтобы Понимание Было Где У меня Выходы МЧС Говорит Хорошо МЧС Передо Мной Но Я В любом Случай Хотел Дойти До Докуда До Тец Чтобы Было Понимание Работает Ли Там Машина Или Нет Если Она Там На Локации Да Если Есть Чтобы Ее Иметь В В В До Здесь Потихонечку Выскочим И Все Нафиг Пойдет По Плану Если Дикие Где Будут Ты Диких Отстрелим Там Их Куча Целая 25 Диких Надо Будет Убить За Один Рейд За Один Заход Я Точно Не Буду Делать А Рейдов На Развязку За Счет Квестов Барахольщика Будет Очень Много Так Отсюда Зайдем Незаметно И Слушаем Что Нам Расскажет Карта Слушаем Смотрим Понятно Правильно Нафиг Умирать Так Эта Дверь Закрыта Значит Скорее Всего Сюда Не Заходили Сразу В Центр Двинулись Где-то Есть Там Прям В Лицо Не Делай Так Больше Чтобы Магазы В Порядке Были Опачки Полумазка Ой У него Бронеразгруз Даже Лучше Моего Подари Капец Все Служивые Блин Упс Вон он Вдалеке Стоит Попал Попал Во Улучшил Я Владение До Снайперской Винтовки До Второго Уровня Уже Ништяк Так Вот А Что Я Бин Не Взял Что Нифига А Я Взял Аптечку Большую Ну В смысле Нормальную Ну Вроде бы Ратата Вокруг Не Слышно Да Уже Вроде Как Радует Потому Что Если Куча Будет Людей На Локации По Всем Этим Магазинам Я Точно Спокойно А нет Тут Стреляют Сглушителя Блин О Слышь Лязгает По металлу Слева Как раз Мальбара Блин Деревня Ну Ну хорошо Уже Какая-то Инфа У меня Есть Деревня выжил без разницы можешь продолжать в другом рейде а сейчас надо все в одном т.д. я так и не посмотрел блин, у меня т.д. по правую руку по-моему стоит кто-то не? или что это? да, там есть кто-то чик прошел слева направо я там прям под ним буду по-моему наверху кто-то там рубится, да? вот он первый магазин ладно, тогда я бегать не буду, чтоб не топать шибко буду потихоньку стараться передвигаться, чтобы не привлекать лишнего внимания это был Костин магазин так-то мне в сам центр не нужно мне вот как раз вокруг вот этого, блин, центра как раз тут и нужно нам кружок дать такие дела а, куда пошел? вон фиолетовый вот этот магазин нужен будет торрент лут собирать не хочу сейчас можно и тут поковырять хорошо нет никого можно но слотом ходить потом по локации нет желания а там на обратном пути в сторону дома пойдем туда в сторону дома пойдем туда или это что, или манекен это манекен был вон 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 какого-то справа я слышал или это надо мной он прям был? или где-то тут тихо-тише тихо-тише по магазинам покорнуться получается не получится да слышал вскидывается это дикий был нормально нет не все нормально еще кто-то там война войной да обед по расписанию так ультапку пришьем не пойму где он то ли подо мной внизу то ли надо мной наверху скорее всего наверху потому что там я его видел последний раз слышал опять дед дед прям близко то ли внизу звук такой что он прям вот здесь где-то за ящиками сидит нормально ого жучара какой у него благодарю о вон он стоит блин и не видел меня нифига его не могу разобрать он там ого жучу ого жучу куда то стреляешь попал попал вот ту ебак да как вы меня видите его запарили блин хуйло вот хуйло баклан а я не вижу его наконец-то попал второй где хмырь только что же тут стрелял где-то вниз ушел а в натуре моя башка рука трясется не могу контролировать брак давай 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 проду штупай штупай Плохо будет, если я сейчас, блин, долго задержусь на локации, и потом пройдется еще и с челоботами тут возня устроиться. Надо, короче, шевелить булками. А не вот это вот все. Так. Черица там. Так, где-то. Вон он. Показывай, что там. Это где было? Пас лево. Блядь, тут нашего завалили. Упы. Пусаны, окружаем его. Готов. Этого не вижу где-то. Туги, да. Чекист. А, я понял, где он. На эскалаторе. Нормально. Патронов всех! У меня есть. Подожди, только дозаряжусь. Вы, хорошо, расцепухи добренько взял, да? Как еще сюда орды не пришли, чайваков? Чуть-чуть там недостреленный остался. На полушишечки. Ладно, хрен с ним. Иначе я... О, все, сейчас уже челоботы подъедут. Ладно, поехали дальше квесты делать. Тренд. Есть. Дино. Есть. По-моему, надо мной где-то шваркает. Аккумулятор автомобильный. А я уже сдал тарков, спасибо. Не надо больше. Дальше не обязательно с галочкой мне. Дальше уже просто куплю на барахолке. Это что, надо мной было? Ничего, боты подъехали. Вполне возможно. Так, это был у нас топ-бренд. Да, дождался челоботов, ёлки-палки. Спускается по эскалатору. Блин, сюда бежит. А он в мебель зашел. Так. И вот этот последний авокадо-магазин. Есть. Эрдроп полетел. У кого-то с челоботов эрдроп был, похоже, в руках. Все, надо чесать, в общем. Челоботов густо прям подгрузилась. Со всех сторон топать начали. Посмотрю, сейчас работает ли ТЭЦ. Если ТЭЦ работает, то я на ТЭЦ поеду домой. Если нет, то я поеду тогда через МЧС придется идти. Главное сейчас начало ботов злых не нарваться. Шило. Ну и вот так. Круглоглупс, туда-сюда. Там 20 тысяч, там 17 тысяч. Глядишь, так иная сумма и накопится, да? Потихоньку, помаленьку. Здесь аккуратненько сейчас перемахнем. Ну, типа того. Кто-то сидел там, по-моему. Черное пятно идет, артефакт какой-то. Какой-то. По-моему. нет машины нет машины прикинь лады пошли на мчс мне нужно выйти с локации чтобы засчиталось выполнение квеста иначе все это будет зря с этим глотанием уже так у меня там было по задачам вернем ультре да только выжить надо вроде никого по времени по времени спасибо 1227 по времени сейчас самое то время выходить вся челобода которые появились на карте скорее всего пасутся где-то внутри там или по своим местам интересы вам надо самый ну давай прыгать что ты самый тот самый момент когда надо выходить с локации довольно спокойная локация да да и вообще четыре иди посмотрел что-то вроде из-за дикого зашел более менее спокойно из не лута ну да за чвк на таможню зашел нормалек кайф неужели спадает это волна хайпа куда все щемятся играть в тарков после вайпа поспокойнее становится на локациях приятно уже играть честно говоря да на самом деле я и раньше так когда еще даже не записывал тарков я вайп когда проходил я первые пару недель я вообще не заходил даже в игру потому что там такой там не только из-за того что там цены неадекватные все такое просто играть практически нереально какой-то контр-страйк кругом все хороший рейд спокойный и продуктивный полчаса на локации 3 400 опыта примерно семерых всего диких я думал там их человек где-то 200 было я же я выходил туда-сюда стрелял их кажется но вот другого а их оказывается всего лишь семеро ну вот и на барахолке пошли квесты до выполняться распродажа квест можем завершить пять магазинов проверили на локации и выжили вышли 22 уровень персонажа у меня теперь и лыжник выдал мне квест витамины часть 1 мне необходимо химические контейнеры найти два из них кстати на развязке нужен будет ключ от мчс и один на берегу нужен будет ключ от 112 номера западного крыла шприцы в упаковке довольно дорого сейчас стоят но мне их выпало 6 штук целых за выполнение какого-то квеста для терапевта значит я остальные предметы докупил и могу себе выменять кейс для медикаментов для беты нам понадобится а кб танковый стоимостью в 300000 два иридиума есть значит один только остается 60000 вертекса нужно три штуки 140 примерно тысяч 2 3 и военные кабели 5 штук необходимо один у меня имеется значит берем четыре штуки да вот тут например 146 тысяч отлично все есть у меня теперь бета больше подсумок чем у меня альфа это так что я смогу носить еще и дополнительно бейсбол какой-нибудь да и еще какие-нибудь приятные вещи например патроны на россыпь отлично ладно гулять так гулять докупил предметов для улучшения обогрева до третьего уровня потребуется 8 часов и докупил предметы для улучшения зоны отдыха до второго уровня пару часов потребуется и медблок здесь мы его улучшаем тоже до второго уровня три часа также потребуется мне на улучшение вот такая тема она сегодня у меня все надеюсь выпуск вам понравился переделал опять кучу квестов снова улучшения пошли в убежище прогресс идет семимильными шагами всем спасибо за просмотр спасибо за вашу поддержку за пальцы вверх добрые комментарии с подсказками в том числе всем приятной игры и хорошего настроения до следующего выпуска до свидания а